Опа, нахуй, всё, погнали, блядь, Карамбэйби, посмотрим, чё там про модель, блядь. Такие друзья, как мы можем понять, я в Москве. Там очень скучно? Как пел кто-то. В общем, занесло меня в Китай на модельный контракт. Штука Китая такая интересная, и вопросов было много. Ну если душно скипнем? Ой. Так и от вас, поэтому я решила всё это, ну, побазарить, короче. Поэтому сегодня мы базарим про Китай. И про моделинг в Китае, что вообще штука очень неоднозначная. Опа, неоднозначник подъехал, понятно, блядь. Как я вообще туда попала, в этот Китай? Я вернулась из Америки вот только-только. Я путешествовала туда, была там два месяца. Там кринж? Ну тогда вообще раз за ёп, разве нет? Очень холодно в Москве, делать мне тоже особо нечего. А моя подружка, моя одноклассница, как раз вернулась из Китая с модельного контракта. Ладно, поехали. Если вы меня знаете, то я немножко... УБС в этом плане. Мне там их свои ещё раз забыла совсем рассказать самое важное, потому что я же поехала моделью работать, а как вообще модельная работа проходит, я вам не рассказала. Вот во всём этом видео. Совсем забыла, что это самое важное. В общем, ты получаешь запрос, тебе говорят время, место, адрес, и ты просто едешь, приезжаешь, и тебя начинают красить. Тебя красят примерно часик-два, волосы делают. Так а Зубарев, Зубарев, когда будет-то здесь? Смотри, как это всё смотрится. Может, что-то фиксят, и начинают снимать. И вот ты снимаешь, 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 снимаешь. Проходит не совсем как стандартная автосессия, потому что ты переодеваешься примерно сто раз, меняешь примерно тысячу поз, потом у тебя обед, а потом по новой и домой. Вот так вот проходит модельная работа. Ну, то есть, как у всех. Если у тебя работа находится в другом городе, то всё то же самое, только за день до этого, или в этот же день ты летишь, или едешь в другой город. Охуенно, я поехала, короче, ребят, я поехала работать моделью, и знаете, что я там делала? Фоткалась. Вот пока что всё, что я услышал, клянусь. Я захотел поехать, там, представляете, вот такое-такое-то, ну, короче, это фотки. И там ты фоткаешься. Блядь, пока интересная пиздец. А если приходится спать, то тебе этот работодатель твой, собственно говоря, снимает тебя из жильё. Вот и всё, вот так вот это всё работает. Я просто думала, что это как-то очень понятно, а потом поняла, что я чуть-чуть ничего не рассказал со всем. Да? Ну всё, при этом... Ну ты рассказал, что ты... Ну ладно. Почему я вообще сказал, что это бесплатная поездка? Бесплатное путешествие, скажем так. В общем, приезжай на контракт, все твои расходы оплачивает агентство. И это описывает вот твой минус. Но даже если ты его не покроешь, если ты не сделаешь достаточно работы, чтобы вообще в этот минус перейти, то ты ничего не должен. Это вообще очень прикольно, интересно и здорово. Да, это очень интересно. Это транспорт в Китае, это билеты на самолёты в обе стороны, проживание в апартаментах, стоимость визы и карманные деньги. Ну короче, всё оплачивает, можно не рассказывать. Это не так много, но хватает на всё, что у меня есть. Как вообще проходит работа и сколько моделей зарабатывают. Не знаю почему, но про заплату моделей меня спрашивали больше всего, наверное. Ну это интересно, блядь. Да вот это рассказывай. Особенно в модельном бизнесе. Бывают разные виды работы. В целом это каталожные и шоу. Бывают ещё фитинг работы и ивенты. Какой? Ладно, не буду спрашивать. Прямо по контракту буду читать вам ценники по работам. Давай. В целом в каждом агентстве такие. За шоу. Шоу, когда ты ходишь по подиуму, ты получаешь от 2000 до 2500 юаней. Юаней? Если это бельё или типа того. А на рублей это сколько, блядь? Чуть-чуть побольше. На шоурумские работы примерно такие же ценники. Это ты просто стоишь в шоуруме, одетый в одежду или украшение клиента и просто красиво стоишь. Каталог и телевизионные рекламы всякие. Это чуть подороже, потому что в Китае оплата идёт по часам. От 800 до 2500 за час. 25 тысяч рублей? Бывают надбавки. Это овертайм, когда ты работаешь больше, чем было заявлено изначально. Они договариваются сами в агентстве с клиентом и ты просто делаешь дальше. Если съёмка в белье, ты получаешь больше. Если съёмка на улице, ты тоже получаешь больше, потому что в Китае красная погода. И чаще всего зимой снимают летние вещи, а летом зимние. На жаре в куртке или в холоде в купальнике около бассейна. Не очень приятные работы. А ещё существует такая штука, как гарантия. Это деньги, которые модель получает в любом случае. У меня не было гарантии, я поехала вообще по другим целям, поэтому я мало чего не знаю. Короче, давайте не будем... Что-то мне... Вот реально, я немножко сделал запрос в свою гадскую душу, ребят. И мне не... Я понял, но получил оттуда ответ, что мне вообще неинтересно, короче. Вот что я хотел сказать. Я думал, она сейчас будет рассказывать, что-то ужасное, а тут... Сейчас два доната, и давайте посмотрим беременна в 16 всё-таки.